Так, доброе утро, доброе утро, дорогие друзья, и мы сегодня будем изучать Тору в таком вот просто вставке у нас будет сегодня, мы не изучаем никакую книгу, а хочу с вами поделиться некоторыми идеями по поводу праздника Пурим. Сейчас же проходит праздник Пурим, и он в этом году получился очень длинный, обычно вообще Пурим это один день, Пурим проходит один день, так, всем привет, давайте все сейчас пока собираются, как обычно отключаю комментарии в инстаграме, и остаются комментарии только в фейсбуке, в группе vaikro.com, кто хочет писать комментарии, читать, может перейти в группу Vaikro. Доброе утро, значит, сегодня хочу поделиться с вами некоторыми идеями по поводу Пурима, значит, обычно Пурим проходит один день, и в Пурим есть какие-то заповеди, читается медилат эстер, свиток эстер, читается вечером и утром, то есть обязательно нужно каждый год прочитать историю, которая была 2400 лет назад, и в этой истории есть очень огромный смысл, поэтому ее каждый год, каждый год нужно еще раз не читать даже, а изучать, и нам повезло, в этом году мы 12 занятий сделали, посвященных медилат эстер, и мы изучили медилат эстер, всю суть, вот прям нюансы, и это очень приятно, когда ты потом слушаешь в синагоге свиток эстер, его же читают быстро, но ты до этого его изучал, то он открывается прям тебе по-новому. Второе, второе, значит, нужно в Пурим, нужно дарить еду друзьям, то есть нужно какому-то одному другу дать, каждому другу нужно дать по два съедобных предмета, чтобы он мог это сразу скушать, то есть посылают друзьям еду, такая как знак, знак дружбы, знак внимания. Третье, что нужно сделать обязательно, третье, что в Пурим делается, это называется подарки бедным, то есть нужно обязательно дать минимум двум бедным, чтобы им хватило на то, чтобы сесть и покушать на трапезу, да, вот сколько стоит сейчас сходить, там, например, средний человек в ресторане, в каком-нибудь вот просто хорошо нормально покушать, это будет, скажем, 10 долларов, да, ну 10 долларов это нормально можно поесть, да, значит, вот нужно дать по 10 долларов двум бедным, к примеру. И последняя, четвертая заповедь этого праздника, это пир, то есть напиться до состояния полного, полного не, называется это аделоида, то есть до состояния, когда ты не знаешь, когда ты не разделяешь между проклят Аман и благословен Мордыхай. Вот четыре заповеди, вот давайте еще раз посмотрим. Изучать историю, специальная история свиток СТР, в которой ни разу не упоминается имя Всевышнего, но эта история вся она является под его, под его управлением. Давать подарки близким, да, еду близким, деньги бедным и пир, устроить пир и напиться пьяным, чтобы вообще не различать между проклят, благословен, то есть просто до состояния невменяемости. Что еще, обычно это все делать надо успеть за один день, за один день, и это очень такой наполненный день, то есть ты с вечера прям начинаешь, уже вечером почитал, и прям евреи пьют, веселятся всю ночь, в общем вообще очень все быстро происходит. И я как-то все время проскативал этот праздник, не мог его вот именно почувствовать. Но в этом году так получилось, что в городах, обнесенных стеной, как Иерусалим, этот день празднуют на следующий день, то есть во всем мире 14-го Адара, а в городах, обнесенных стеной, как Иерусалим, значит 15-го Адара. А в этом году 15-го Адара выпало на субботу, и получается, что было время, было время, значит, пятница, когда во всем мире праздновали Пурим, суббота должны были праздновать в Иерусалиме, но перенесли на воскресенье на сегодня, и, но все равно субботу праздновали, какие-то элементы были, было время подумать. И в эту субботу я понял очень много важных вещей, которыми хочу поделиться. Значит, вот сейчас Дамир вот задает вопрос, без алкоголя можно обойтись, вот тут интересная такая вещь. Значит, есть еще одна вещь про Пурим, которую надо знать. Написано в Шелхана Рухи, в сборнике законов, написано, что Коля пушет яд, но тнимло. Каждый, кто протягивает руку, ему дают. То есть в Пурим принято, что те, кто нуждается, они просят, те, у кого есть, с ними делятся, но говорят знающие люди, что в этот день, в этот день каждый, кто протягивает руку к Всевышнему, то есть каждый, кто молится Всевышнему и просит то, что ему надо, ему дают. То есть это время особенного благоволения Всевышнего к молитвам, к просьбам. То есть то, что ты в этот момент хочешь, просишь, оно получается. Теперь, значит, давайте вот разберемся. Я в этот Пурим как раз понял, как это все, как оно работает. Вот какой смысл, мне кажется, я понял, я поделюсь просто своими мыслями. Вот смотрите. Первое изучается Меделат Эстер. В чем смысл свитка Эстер? Что был там персонаж Аман, такой злодей, вот олицетворение всего низменного, что есть в этом мире, да, то есть его стремление было только деньги, власть, обман, значит, и он влез наверх, и стал он премьер-министром, но какой ценой он по пути убивал, значит, и он, ну, то есть был такой самый низменный, что только можно представить. Но ему очень везло, он стал второй против царя человека в государстве. Был царь, который, с одной стороны, он был царем и главой 127 государств, это был Ахашвирош, но по факту он настолько, у него была паранойя, настолько он боялся, что он даже свою жену, которая против него выступила, он ее убил, чтобы другие боялись. То есть он был в постоянной паранойи. Есть там момент, когда два его охранника сделали против него заговор, хотели его убить, но Мардыхай услышал там и его спас. Но это как раз вот такой персонаж, архетип царь, которого хотят все скинуть с престола, который, хотя и залез на гору, но он, значит, сидит и боится, что его сейчас скинуть. Аман, это вот этот вот первый премьер-министр, да, это архетип такого злодея, который любой ценой лезет наверх. И в итоге, сейчас я расскажу, что в итоге, Мордыхай, Мордыхай архетип такого прямого, прямого праведника, для которого кроме воли Всевышнего ничего не существует, и который верит только, вот есть воля Бога, и я иду вообще не думая, как будет, что будет, без всяких личных своих интересов, иду по воле Бога, даже если это мне доставляет опасность. И есть еврейский народ в Медилат-Эстер, который, думая, что все будет хорошо, значит, сближался с медианитянами, с этими, не медианитяне, а персами и так далее. В общем, а в итоге получилось, что, в итоге получилось, что их присудили к уничтожению, и была Эстер, царица Эстер, которая была еврейская девушка, которая стала царицей, вообще сирота, вот просто была сирота, ее с улицы схватили, она стала царицей самой могущественной страны на тот момент в Европе, не в Европе, в мире. Значит, вот такие были персонажи, и главная идея свитка Эстер, что все переворачивается в одну секунду, что все, что люди думают, все, что думают участники событий, в итоге совершенно все происходит по-другому. Что вот прям конкретно, вся Медилат-Эстер построена на том, что люди думают об одном, и верят в одно, и думают, что будет вот так, и действуют, а в итоге получается все по-другому. Это как бы смысл Медилат-Эстер, что человек не знает, что с ним будет завтра, человек не знает, что для него хорошо, потому что то, что было, казалось Аману, например, что прям все было идеально, в итоге он из-за этого и умер, его повесили на этой, на этой виселице. Это как бы суть Медилат-Эстер, что человек не знает конкретно ни значения событий, которые с ним происходят, ни тем более их последствий. Об этом очень красиво сказал царь Соломон в Каэлите в Экклезиасте. Он сказал в Каэлите в Экклезиасте так, что значит, он сказал так, что если скажет тебе человек, я знаю, что будет, ты его спроси, если ты знаешь, что будет в будущем, спроси его, что сейчас у него за спиной. И он не ответит тебе, что у него сейчас за спиной. Ривка, можешь открыть, кто-то стучит? Да. Значит, человек не может тебе сказать, что у него сейчас за спиной, без твоей помощи. Да, то есть тот, кто тебе предсказывает твое будущее, или там эксперт какой-то, или будущее страны, там эпидемии и так далее, ты его спроси, слышит эксперт, а что у тебя сейчас в 100 метрах за спиной? Ты знаешь? Он скажет, не знаю, подскажи мне, ты мне скажи, что у меня за спиной. Это главный смысл чтения Медилы. Мы не знаем, человек предполагает, Бог управляет. Это первое. Так, если взять в двух словах, если взять в двух словах. Теперь дальше. Какой смысл второй заповеди это Мишло Ахманот Иш-Эль-Рео? Посылать. Вот сейчас как раз нам принесли. Можно я покажу? Да, вот принесли кто-то из, кто-то из, вот даже написано, кто это? Лиска Ирифка, Пурим Самеах. Кто это? Вот, соседи, видите? Вот, принесли нам как раз, чтобы мы сейчас поели, выпили, вот такой подарок. В чем смысл этого? Смысл этого, что есть же заповедь, называется, возлюбить ближнего, как себя. И эта заповедь, она действует каждый, каждый день, она действует каждую минуту, каждый час. Почему именно в Пурим мы посылаем друг другу вот эти вот еду, именно называется, Мишло Ахманот, посылать еду ближним. Для того, чтобы хотя бы раз в году выполнить эту заповедь осознанно. То есть мы осознанно в этот день говорим, секундочку, кто у меня ближний? Вот это принесли соседи. Ни разу за год соседи еду нам не давали. То есть, почему? Они же соседи, мы же ближние, мы должны быть друг с другом в близких отношениях. Но вот сейчас в Пурим как раз это время, чтобы вот прочувствовать эту заповедь, прочувствовать, как ты готовишь, даешь и так далее. Третья заповедь, заповедь, Матанодли и Веним, подарки бедным. Но заповедь Цдака, она есть каждый день. Это одна из самых мощных заповедей, которые только есть. Написано, что Цдака, милостыня, да, милосердие, спасает от смерти. Что Цдака, она меняет там приговоры на небесах. Ее нужно делать каждый день. То есть, это повелевающая заповедь истории, помогать бедным, давать нуждающимся деньги. Почему же в Пурим эта заповедь, она является именно отдельной заповедью? Чтобы мы хотя бы раз в году, раз в году, чтобы мы, значит, раз в году сделали это осознанно, да, то есть, это делается, ты думаешь, кому дать, хватит ли ему покушать и так далее. То есть, ты настраиваешься на эту заповедь. Теперь, четвертая заповедь. Четвертая заповедь, это пир, как покушать, да, вот сейчас, например, в 12 мы пригласили гостей, придут гости, мы, значит, сделаем еда, надо подготовить вкусную еду и выпивка, алкоголь, вот спрашивает Дамир, зачем алкоголь нужен, да, зачем именно алкоголь и почему надо напиваться именно до состояния, когда ты не различаешь. Вот тут очень интересный момент. Почему человек не напивается, да, почему человек не пьет? Потому что человек боится потерять над собой контроль. То есть, когда человек выпивает, у него написано вошло вино, вышла тайна, то есть, он перестает себя контролировать, у него выходит то, что у него внутри, внутри у него есть, знаете, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. То есть, в этот день человек, он теряет над собой, в этот день, когда человек напивается, он теряет над собой контроль. И обычно, есть люди, которые боятся, потерять над собой контроль. Они боятся, мало ли, что я сделаю. Мы видим, что, например, даже в Талмуде, когда говорится про вот эту вот, обсуждается эта заповедь, рассказывается история, как в Вавилоне, это вавилонский Талмуд, было два великих мудреца. И один к другому, написано, пришел выполнить вот эту заповедь, вместе покушать и выпить. И вот они крепко выпили, и так они сильно выпили, что один отрезал второму голову. Представляете? Отрезал голову ему. И написано, когда он начнулся от этого алкоголизма, они были на таком уровне мудрецы, что он его сумел оживить. Он его оживил. И тот ожил. Все. Теперь, написано, на следующий год он его пригласил опять к себе в гости. Тот говорит, нет, я не пойду. Он говорит, я к тебе больше не пойду в гости. Напурим. Потому что, говорит, нельзя надеяться на чудо. То есть, то, что ты меня оживил, это было чудом. Нельзя надеяться на чудо. Да он к нему не пошел. Есть, которые говорят, что напиваться не надо, нужно выпить чуть-чуть вина и лечь спать. Что, когда ты ложишься спать, ты тоже не, не, как бы, не различаешь, то есть, ты теряешь вот это вот самоконтроль. Но зачем нужно потерять самоконтроль? Вот этот вот вопрос. Вот теперь смотрите то, что я думаю, вот как у меня открылось. Обычно человек во все дни года, он живет по поговорке, даже верующие люди живут по поговорке такой. Значит, на Бога надейся, а сам не плашай. Это мне теща любит говорить, да, такая. Она говорит, на Бога надейся, а сам не плашай. Что, что человек должен управлять своей жизнью, должен стараться, думать, ну и, конечно, молиться Всевышнему, чтобы Всевышний одобрил, одобрил мои мысли. Но когда человек напивается, он этим самым, он как будто бы говорит, да, что я на тебя вообще полагаюсь. Я полагаюсь на тебя на 100%. Мне, я вот просто отпускаю сейчас руки, как управление собой. Я верю, что со мной будет все хорошо. Это как бы выражается вот в этом вот снятии, снятии всех вот этих контролирующих вещей. И теперь смотрите, что получается. Если человек выполнил все предыдущие заповеди, то есть он читал Медилат Эстер, он, это пророчество, это письменная Тора, он через свиток Эстер, он соединился со Всевышним. Он выполнил заповеди, и он выполнил заповеди посылать еду друзьям, давать деньги бедным. Потом он собрал друзей, и он для заповеди, он выпивает, 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 все время повторяя то, что суть этого дня. Он напивается не потому, что, потому, что он хочет напиться. Он выполняет заповедь Всевышнего в этот день. Такая заповедь, написана в Шелхана Рохи, в сборной тех законов, что должен человек напиться до состояния, что он не осознает. Ада, Аделуя, Ада. Теперь в этот момент, когда он все вот это делает для заповеди, в этот момент он попадает куда? Этрацион. Время, время благоволения от Всевышнего. То есть, ты выполняешь заповеди, ты полагаешься на Всевышнего. И есть такой основополагающий закон жизни, по которому работает все в этом мире. Ну, все, что связано с людьми. Та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. И тот, кто выполняет заповеди, живет по заповедям, тот, кто хочет помогать ближним, тот, кто помогает бедным, тот, кто полагается на 100% на Всевышнего, как говорил царь, царь Давид в псалмах, он говорил так, «Абутэх баашем хэсэ тэсавэну». Тот, кто полагается на Бога, милосердие будет его окружать. Или говорил царь Соломон в притчах, он говорил так, что «Птах иляшем беколи бэха вальбинаткаль тишэн». «Положись на Бога всем своим сердцем и не полагайся на свою сообразительность». То есть, или же самое простое, что «на всех своих путях познавай его», «Беколь трахэха деу», «на всех путях познавай его», «Вэу яшэр архатэха», и он выпрямит твои дорожки». И по большому счету, что человек все время что-то себе думает, выдумывает, строит какие-то схемы, комбинации, но по факту результаты, они от Бога. То есть, то, что будет, много замысла в сердце человека, а замысел Бога, он исполнится. И когда в Пурим, вот в этот праздник, ты полностью выполняешь волю Всевышнего, и в этот момент ты отпускаешь все свои тормоза, и ты молишься Всевышнему. Я наблюдал просто, одна была картина, у одного человека больше 10 лет, по-моему, около 15 лет не было детей. И вот в Пурим он выполнил все заповеди, напил, я видел это своими глазами, и он напился, он плакал Всевышнему, говорит, «Дай мне ребенка». И второй, его друг, он говорит Всевышнему, «Дай ребенка», или говорит, если у тебя нету для него души, да, свободной, так забери меня, он говорит, если тебе просто ты ему не даешь ребенка, так я готов умереть. Прям он выпивший был, но это они прям очень верующие люди. Они прям плакали, прям оба, и ровно через 9 месяцев после Пурима родился ребенок у этого парня. Я знаю этого человека, я видел это своими глазами в Пурим, говорил Амэй на эту молитву, тот, потом я его спрашивал, который пьяный, говорил, что забери мою душу, чтобы у него был ребенок. Он боялся страшно потом, что с ним будет, но Всевышний дал душу, видно, были свободные души. Что интересно, потом вот этот, который готов был умереть за своего друга, он зимой в машине ехал, у него 8 детей, и они ехали в машине, и значит машина перевернулась, у него такой микроавтобус перевернулась несколько раз. Ни одной царапины, ни на нем, ни на 8 детях, 8 детей было в машине. Микроавтобус на трассе Тиев-Умань перевернулся вот так вот 3 раза, упал в эту самую, ну с обочины съехал. Все, понимаете? Есть чудеса в этом мире, есть чудеса, но эти чудеса, можно так сказать, нужно заслужить. Заслужить. Чем заслужить? Делай волю Бога как свою, чтобы Он выполнил твою волю как Его. И главное это добро по отношению к близким, добро по отношению к людям, и выполнение воли Всевышнего, которая выражена в заповедях. Вот то, что я понял в этот длинный Пурим. У нас с Пурим еще продолжается в Иерусалиме, хотя все уже в пятницу уже отпраздновали. Но в Иерусалиме как раз сегодня этим и шло Ахманод. Это подарки близким и, значит, трапеза. Все. Хорошо, друзья, всем удачи, успехов, хорошего дня, хорошей недели. И надеюсь, надеюсь, что завтра мы вернемся к изучению, к изучению книги Хавацхайма, которая называется Шмират Алашон. Потому что жизнь и смерть в руках языка. Есть такая фраза, что жизнь и смерть в руках языка. Я дал Шм, да. Ну, как бы, они зависят от языка. И тот, кто умеет разговаривать правильно с собой, с ближними, с людьми и со Всевышним, то, естественно, что у него будет только жизнь. А кто неправильно, то он, бывает, словом можно себя уничтожить, словом можно уничтожить кого-то и словом можно прервать свою связь со Всевышним или установить. Поэтому мы будем изучать книгу, которая называется Шмират Алашон. Как сохранять свой язык. Шумер, пиво и лошино. Тот, кто сохраняет свой рот и язык. Шумер, мицарот нафшот. Тот, кто сохраняет от царот, от неприятностей свою душу. Все. Всем веселого Пурима, хорошей недели и до завтра. Все. Всем удачи, успехов. Пока.